Первое. Мы задаемся значением ЭДС. Произвольно задаемся. Допустим, 220 умножить на Е. То есть начальная фаза, допустим, у ЭДС 45 градусов со знаком минус. Но так как у меня Маткат считает в пиродианах, я должен градусы перевести в пиродиан. А вы можете, если у вас угол кратный, 15, 30 и так далее, перевести, допустим, в минус пи на 4, в данном случае, либо пи на 6, в зависимости от угла. А можно по-простому, я всегда предпочитаю по-простому это все сделать, умножить на пи и поделить на сколько? На 180. То есть и наглядно, и видно. Можно для скорости в ДЭК подставить в встроенную функцию. Необходимо, конечно, РЖИ задавать. То есть здесь будет ЭДС 1. Можно дальше использовать. ЭДС 2. Начальное значение 100. Здесь будет угол. Здесь будет 5. Сохраню. Пусть будет начальная фаза 5. Там определяется начальная фаза. У вас в вашем задании один из ЭДС вы задаете с равным 0 начальной фазы, другой вы задаете с плюс А, либо минус А, в зависимости от того, что вы задали начальной фазе. Смотрите, угол А это угол между ЭДС 1 и ЭДС 2. То есть вы угол между ЭДС 1 и ЭДС 2 отличается от угла между ЭДС 2 и ЭДС 1. Почему? Да. То есть если у вас сказано между ЭДС 1 и ЭДС 2, то первоначально вы отталкиваетесь с ЭДС 1. Дальше откладываете тот угол, который вам задан, и вы получаете ЭДС 2. Если вы первый 0, у вас задан Альфа 45, то второй ЭДС 2 будет с начальной фазой 45 с плюсом. Если вы ЭДС 2 задаете 0, соответственно ЭДС 1 будет с минус 45. ЭДС 1 для простоты я задам, ну пусть будет 10. ЭДС 2, 6, плюс G, умножить на 8, ЭДС 3, плюс G, умножить на 15. Ну, чисто произвольно. У вас свои, ваши какие-то значения. Первым делом задаете значения. Второе. Составляете уравнение. Вы, если используете ГИВН, то первоначально должны задаться значениями тока. И 1 присылать 1, и 2, вы, 4, черт. Присылать 1. Соединение. Дальше слово ГИВН. Система уравнений. И после системы уравнений будет слово ФАНД. Сейчас давайте с уравнениями определимся. То есть, опять же, смотрим на схему. Если мы оперируем вторым законом Киргофа, это одно. А если мы оперируем контурными токами, это другое. Какой метод вы выберете, ваше право. Допустим, смотрим на схему. У нас получается, что все токи при суммировании дают 0. И вместо равно ставим булево равно 0. Первое уравнение. Второе уравнение. И 1 умножить z1 со знаком минус. Второй закон выберем. и и и и и и и и и Уравнение записали. Теперь для того чтобы дальше использовать E1, E2, E3 лучше всего поставить матрицу размером 3х1. Сюда поставить E1, E2, E3. Вот, все правильно он сказал. Все он нам посчитал. Давайте проверим сколько получилось. Дальше смотрите какая особенность. Прежде чем использовать встроенную вот эту возможность в Astasis необходимо задать уравнение напряжений которые мы с вами будем встроить. То есть задать те вектора которые будут у вас встроены. Я сейчас как пример покажу сначала описание. Папочка в Astasis и здесь есть два файла. Первый файл Маткат. Документ подкат. его нужно будет в Маткат прикрепить. Скликайте лучше всего где-то в самом начале и выбираете меню вставить. Ссылка. Ссылка. Обзор. Выбираете файл. Вот он. Как раз Маткат доски открыть. Ок. И у вас прописывается ссылка. Если вы будете брать чью-то рыбу чужую и этот адрес не будет соответствовать расположению файла в Astasis на вашем компьютере. то он будет у вас красный. Красный говорит о том что ссылка не активна. Если он черный то это говорит о том что ссылка активна и он у вас будет в Astasis работать. Понятно? Нужно чтобы он был черным. После того как вы его сделали черным лучше всего зайти и посмотреть описание. Описание находится вот в этом html документе. Открываете и смотрите. Здесь очень внимательно почитаете самостоятельно. Здесь четыре режима работы с этим файлом в Astasis. Вот использование стиля 1, использование стиля 2, использование стиля 3, использование стиля 4. стиля 1. Все здесь прописано. Как пример. Вот смотрите. Вот эта цифра 1 после первой запятой, второе значение, говорит о том какой стиль используется. То есть если после первой запятой в скобочках стоит цифра 1, то соответственно используется стиль 1. Если стоит цифра 2, соответственно стиль 2, 3, стиль 3 и так далее. Первыми записываются вектора, которые будут у вас построены тем или иным стилем. стиль 1. Стиль 1. Ну вот как пример смотрите. Допустим. ВА1, вектор К1, запятая 1, запятая 0,5. Смотрим. Вам же вот это понятно, нет? В Маткаде. По оси Х вы располагаете с нижним индексом 1, по оси У вы располагаете с нижним индексом 2. Это говорит о том, что здесь у вас располагаются действительные составляющие, здесь мнимые составляющие этих векторов. Вектор К1 состоит из двух составляющих. Первая составляющая 10, а вторая составляющая мнимая 20. На графике он обозначен красной линией. Начинается из нуля. И длина его по реальной оси 20, по мнимой 40. Должно быть 10-20, а на графике он изображен 20-40. Это определяется последней составляющей скобки, вот этим 0,5. Если 0,5, то масштаб увеличивается в два раза. Если цифра 1, то масштаб сописан один к одному. Ясно. Кроме этого, в третьей части вы можете кроме масштаба в виде матрицы задавать и начальную точку, из которой будет строиться ваш вектор. В данном случае вектор 2, также К1 вы видите. Масштаб у него один к одному, но начинается с точки 10 минус G10. Вот вы видите, вот из этой точки начинается синим цветом этот вектор К1 по реальной оси 10, по мнимой оси 20. Ясно? Понятно, да? Я хочу сразу перейти к третьему. Третий, то что нам нужно в данном случае, вы почитаете второй, вы почитаете четвертый. Но использование стиля 3 позволяет вам суммировать вектора, что в принципе нам на векторной диаграмме и нужно. То есть при сложении первого, второго, третьего вектора мы получаем какой-то результирующий вектор, нужное нам напряжение, которое мы в принципе и хотим найти. Ясно? В первом значении в скобочках указываются те вектора, которые будут у нас участвовать в уравнении. Эти вектора мы определяем по уравнениям, которые мы с вами записали до этого. Фи1 равно Фи0 и вот пошли у вас составляющие. Фи0 мы не заводим, а у нас заводится падение напряжения на четвертом сопротивление, падение напряжения на индуктивность и падение напряжения за счет взаимной индуктивности. Ясно? Также у нас будет ЭДС участвовать. Соответственно, стиль 3, масштаб 1 к 1 и вот суммируются 5 векторов, обозначенные они красным цветом, начинаются из нуля. Смотрите, вот идет построение всех векторов. И вот этот более жирный, из нуля начинает, это результирующий вектор, который получается в результате сложения этих 5 векторов. Понятно преимущество теперь вот этого файла VSTASIS. Вам не нужно самим строить маткат со заводностью. Вам нужно только завести эти вектора в маткат. Давайте попробуем с вами завести эти значения. Мы смотрим на схему на нашу и видим, что первым у нас должен построить быть вектор ЭДС1. Правильно? с каким знаком? Минус ЭДС1. Вторым у нас будет Z1. И результирующим мы получаем напряжение между точками 0 и 1. Правильно? Соответственно, мы складываем два вектора, а результирующий третий у нас сам достраивает программу. Мы берем, пишем вектор в скобочках. Затем ставим матрицу. Размер матрицы определяется количеством составляющих. Так как составляющих у нас две. Это ЭДС и падение напряжения на Z1. Первым мы пишем минус ЭДС1. Вторым мы пишем, что минус Е1 Z1 запятая цифра 3 запятая 1 И нужно еще обозначить этот вектор каким-то образом, чтобы его графически Пусть это будет U1 Вот вы его задали. Он посчитал. Дальше вы графически строите U1 1 U1 U1 Вот у вас векторную диаграмму сечение сечение сей ok Не всегда он прорисовывает все вектора то есть вот этот вектор минус ЭДС1 от этого вектора минус E1 на Z1 для того, чтобы вам графически проверить для того, чтобы вам лучше всего рядом расположить ЭДС1 те вектора, которые вы хотите построить первым первым вектором у нас строился вектор ЭДС1 но со знаком минус минус соответственно здесь знак минус и здесь знак минус а затем E2 о E1 а мнимая часть с плюсом действительно с минусом и если мы ставим минус то знаки меняются глядя на то какое значение Z Z величина действительно 10 никакого поворота у тока не будет будет только определяться вот этим знаком минус здесь было минус 3 по реальной оси здесь плюс 2 знак минус меняет становится плюс 3 минус 2 и вектор мы видим направлен в четвертый квадрат ясно то есть допустим вот у тебя схеме уравнение ты же записала да ты можешь в принципе вот такое построить но оно будет неадекватно векторная диаграмма вот этой схеме у тебя будет первая дс со знаком плюс потом напряжение здесь потом и 1 но со знаком минус потом взаимная индуктивность у тебя составляющих будет 1 2 3 4 4 составляющих тебе надо будет первым вектором построить матрицу 4 на 1 также 3 и масштаб 1 и если вы на одной векторной диаграмме пожелаете строить и токи и напряжения вы должны учитывать что токи всегда как правило много меньше напряжения по числу то есть напряжение у нас 220 100 а токи у нас иногда бывает миллиампер 1 2 поэтому последние цифры если вы токи будете указывать нам нужно подобрать масштаб таким образом чтобы ток у вас был виден на этой векторной диаграмме или он у вас будет сжат кроме этого я вам еще могу порекомендовать вот линии сетки поставить они вам позволят кое-где ориентироваться и еще один момент вы можете использовать вот эту галочку равные масштабы но я ее не люблю использовать но всегда обращайте внимание на вот эти цифры сколько у нас здесь 150 на 150 все расширились лучше вручную немножко расширить чтобы они были более-менее пропорциональны если у вас какие-то векторы недорисовываются ничего страшного можно их допустим сделать черным цветом при распечатывании какие-то одни пунктиром какие-то более жирным а вы просто карандашиком дорисуйте то что у вас будет не прорисовано не прорисовано если вы по отдельности каждый вектор будете строить первым способом у вас конечно каждый вектор будет прорисован но вот третий он нарисует первой а дальше просто стрелочка не прорисовывает ясно пробуйте дерзайте а можно спросить еще там вот у1 и внизу еще обмерка вот 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 это смотри пишу у1 и вот в матрицах вот кнопочка икса просто он сносит нижний индекс смотри а еще значение 3-1 а они любами если 3 это третий стиль который позволяет суммировать вектора один за другим а 1 это масштаб это я тоже выделал а вот еще раз уж четвертый стиль немножко про него расскажи буквально четвертый стиль вот самом начале описания этого стиля он позволяет складывать вектора по правилу параллелограмм видите да два вектора и вот результирующих он используется при сложении токов допустим вам нужно два тока сложить между собой этот четвертый стиль можно использовать кроме этих четырех стилей еще бывает стили смежные вот допустим 3-4 они позволяют вам складывать и векторно складывать и при этом еще и сложение двух факторов по отдельности рассматр ну я говорю еще раз вы почитаете дома я уверен что вы разберете ничего сложного там нет